друзья всем привет на связи максим петров я приветствую вас на канале макс капитал на котором мы говорим о пассивном инвестировании и развитие инвесторского мышления сегодня хотелось бы раскрыть тему связано с тем как с одной стороны инвестировать с другой стороны спать спокойно при этом когда мы говорим про спать спокойно здесь в первую очередь про риски про то что вы не получаете какой-то сверхвысокой прибыли но при этом вы справляетесь с основой задачи из сбережения капитала речь не прям про умножение не про агрессивный рост не про x2 x3 x4 x5 нет речь не про это речь про то что мы живем в очень непростое время в условиях мы много на канале говорим о том что у нас есть вероятность снижения экономики как в рамках краткосрочного кредитного цикла так и в рамках долгосрочного кредитного цикла у нас есть риски разгона инфляции и в такой ситуации мы говорили на самом деле вот в этом видео про кэш какова его роли в инвестиционном портфеле при этом мы говорим о том что в принципе инвестиционный портфель тоже должен быть и давайте вот более подробно поговорим о том как лучше в настоящий момент этот портфель сформировать при очень важных ограничениях при не при очень одном важном условии мы именно в этом же видео мы рассматривали что у нас и облигации стоит дорого у нас акции стоит дорого у нас есть глобальные риски связаны с тем что в принципе все это может упасть и получается что люди в принципе вот как мне сейчас кажется они ну по сути разделились на два лагеря на то есть одни чрезмерно консервативные которые сказали окей максим я тебя услышал я разумный инвестор я инвестировать не буду вот и пром четко классно расположил почему должен быть кэш в инвестиционном портфеле положу кэш буду сидеть ждать когда все грохнется на 70 процентов другой лагерь говорит вообще бред полный ты посмотри какие там технологические гиганты какая у них маржинальность отсутствие долга у них кэш у самих что у дурака фантиков там есть индекс на инвестирование ребалансировка я буду вкладывать в индексе все равно там америка это ведущая мировая экономика потребления все они будет по фэншую то есть я буду вкладывать в акции и на этом непосредственно зарабатывать слушал бы тебя просидел бы три года в кэше и ничего бы не заработать и получается что вот постоянно вот это вот метание распределения да она приводит к тому что консервативные инвесторы кто сто процентов сидят в кэше действительно упускают рост который в принципе мы не знаем как долго может еще продолжится люди которые этот рост не упускает и зарабатывают на этом они начинают подвергаться так называемой опасности петли обратной связи да то есть он сказал я никого не слушаю я инвестирую инвестирую с ключом у меня вот доходность рынок вырос на 30 процентов я заработал 60 80 процентов и так дальше будет продолжаться то есть он по-прежнему продолжает инвестировать он не фиксирует прибыль они не перекладывать часть в консервативный инструмент не выводит какую-то часть в кэш в наличность да для того чтобы хоть как-то присоединиться к этой доле инвесторов вообще если говорить о том вы на слайде сейчас видите долю распределения капитала американских частных инвесторов которые нам сигнализируют о том что более 71 процента инвесторов проинвестированы в акциях на 15 процентов проинвестированы в облигациях и в наличных соответственно 13 9 процентов сконцентрированно денежных средств ими на частных инвесторов до по опросу ассоциации частных инвесторов соединенных штатов почему я сейчас говорю про это про то что мы говорим о том что нужно спокойно спать спокойно это когда у вас есть инструменты на все случаи жизни то есть экономика имеет на волновую природу то есть в экономике есть сезоны есть зима есть весна есть лето есть осень эти периоды характеризуются определенными темпами роста экономики и определенными темпами инфляции причем они могут как расти так и падать и здесь когда я говорю про то что есть различные сезона есть различная сезонность портфеле то вот как это выглядит для обывателя для человека который инвестирует на рынке акции подписан на кучу каналов подписан там я не знаю в телеграм канале что-то читает то есть они вот бегают из разряда так зима закончилась весна что весной нужно будет так все зимние продаем лыжи коньки санки там я не знаю клюшки все продаем покупаем бензин семена да то есть что пользуется наибольшей популярностью весна соответственно заканчивается так все селки все продаем культиваторы все продаем покупаем там удобрения покупаем там отраву отказала радских жуков да и то есть каждый раз получается вот это вот толпа бегает под этим сезоном до зимний сезон весенний сезон и что в этом случае мы получаем в этом случае мы получаем что то что пользуется спросом наибольшим допустим в страду да когда происходит но не знаю сажается весна все сажают растение большим спросом пользуются там культиваторы селки семена удобрения которые мы и соответственно все хотят это купить и цена на это растет арендная плата на овощехранилище которых хранить нечего падает очень сильно падает то есть то что пользуется наибольшим спросом осенью и получается что вот движение людей абсолютного большинства людей она сводится к тому что в погоне за сверхвысокой прибыли они пытаются раньше всех перескочить предугадать это в итоге мы получаем что весной у нас большое количество людей которые продают зимние вещи и за очень дешево по бросовым ценам для того чтобы купить то что нужно весной весной у нас пол когда весна заканчивается опять весенние вещи все продаются все начинают покупать то что пользуется наибольшим спросом летом и в этом случае когда мы говорим про всесезонность когда мы говорим про всесезонный портфель мы должны понимать что в идеале у нас всего должно быть с избытком у нас должны быть вещи которые нужны и зимой и весной и летом и осенью мало того мы занимаем позицию связанную с тем что весной мы будем всегда покупать больше того что требуется осенью и зимой если мы наращиваем наш инвестиционный портфель да то есть то в этом случае мы покупаем больше того что стоит дешево и если у нас есть избыток того что нужно весной семена да у нас много семян осталось в этом случае мы эти семена за очень дорого будем продавать то есть вот в чем принцип всесезонного портфеля на чем он базируется он базируется на вот этом дисбалансе он базируется на автоматической ребалансировки портфеля и у меня есть отдельный бесплатный вебинар на котором я рассказываю про сервис и сезонного портфеля более подробно на вот эту вот сезонность то есть где брать данные об этой сезонности как определить сейчас зима осень весна или лето чего стоит покупать больше чего стоит покупать меньше и самое главное как это автоматизировать потому что мы находимся в очень мощном информационном потоке нас просто волна информации сносит вот это вот и фейковая информация инсайдерской торговли на мы эту информацию воспринимаем и на основе этой информации пытаемся что-то выгодить или мы ждем армагеддон произойдет и вот тогда вот все доллары какие у меня сто процентов лежат я вот тогда вот куплю все по полной программе это подобно тому что человек говорит вот я дождусь зимы до этого ничего не есть не пить не ничего делать не буду вот дождусь зимы и тогда все что летнее нужно будет да я в этот период там летние вещи куплю по максимуму мально дешевой цене мы не знаем когда произойдет конкретно произойдет смена сезона у нас есть определенные характеристики которые позволяют это отследить позволяют это увидеть непосредственно на временной картине получить сигналы когда это происходит и произвести ребалансировку да то есть продать то что стоит дорого автоматически продать что стоит дорого и автоматически купить то что стоит дешево сам этот портфель я начал вести как некую такую внутреннюю для себя альтернативу проекту миллион долларов за 8 долларов в день то есть для детей я создаю определенные продукты и цель которого создать капитал в 1 миллион долларов а в другом продукте всесезонном портфеле я просто сберегаю то есть это эта история связана с тем что отдельно конечно же хранится кэш но здесь идет вопрос сбережения сказать что там какая-то сверхвысокая норма прибыли я этого не скажу целевая норма доходности которая там получается порядка 10 процентов годовых сейчас по итогам года в рублях и 11 процентов годовых валюте не сказать что это много но тем не менее задачи сбережения портфель справляется прекрасно с позиции затрат времени а у меня лично это требует так как я его пополняю каждую неделю у меня это требует порядка 10 минут третий момент по спортив на самом деле публичный вы можете подписаться на него у меня в тинькове соответственно ведется вы можете посмотреть что это за портфель практически там только 35 процентов убыточных сделок остальные идут в плюсе почему они идут в плюсе что это за система такая как это работает в чем преимущество данного вебинара в том что я рассказываю систему систему сезонов как отследить где взять информацию по какому принципу сформировать самостоятельно портфель вы можете на сервис даже не подписываться хотя он бесплатный вы можете самостоятельно в excel и таблички сформировать по этим принципам собственный инвестиционный портфель с низкими транзакционными издержками то есть это действительно будет достаточно дешево то есть еще раз этот портфель позволяет получить спокойный сон низкие транзакционные издержки автоматизированную систему которая не зависит от вашего эмоционального отношения к рынку кто-то боится и не инвестирует ему нужна система для того чтобы инвестировать на автомате и не переживать за то что у него доход будет ниже инфляции второй человек на ворот чрезмерно агрессивен да и у него перекос идет то есть у него агрессивных инструментов портфеля чрезмерно много и он в этом случае несет на себе огромное количество рисков которые он не понимает не осознает и в случае реализации негативного сценария может получить значительный убыток по портфель в этом случае соответственно через сервис и сезонного портфеля или через принципы формирования всесезонного портфеля он может по-другому посмотреть на свой инвестиционный портфель и возможно добавить консервативных инструментов потому что это подобно тому что человек сидит полностью там на 70 процентов проинвестированы проинвестированы но мы опять-таки мы же говорим про американцев вот у них 70 процентов в акции 70 процентов в акциях проинвестированы то есть это говорит о том что баланс нарушен да то есть каких-то инструментов под сезон куплено слишком много и все эти ребята потерпят неприятности когда придет осень и уж тем более зима чтобы эти неприятности нивелировать то посмотрите на каких каких инструментов каких принципов стоит добавить собственную стратегию инвестирования я знаю что нужно проводить диверсификация по классам нужно ли проводить по странам также потому что а то есть вообще 거지 зон vecino портфеле про этой говорим то есть во первых действительно нужна диверсификация по классам активов консервативные и агрессивные внутри них тоже есть разграничения консервативные соответственно они делятся на про-инфляционные и анти инфляционные инструменты чтобы они баланс держали агрессивные тоже в свою очередь делится на акции росты и акции стоимости И даже страны у нас есть, экономика которых относится к больше стоимостному инвестированию, есть страны, в которых экономика больше относится к экономике роста, где может быть невысокая дивидендная доходность, но очень высокая маржинальность, очень низкая база, которые могут очень хорошо расти. И суть в том, что вы покупаете портфель сразу, он у вас разбит консервативная часть, агрессивная часть, внутри консервативной части идет разбивка антиинфляционных инструментов, проинфляционных инструментов, то есть они соответственно будут в итоге балансировать. Агрессивная часть распределена на определенную долю акций роста, акций стоимости и внутри еще диверсификация по странам, как и внутри облигационной стратегии. И в этом случае получается, что идет глобальная диверсификация по странам, идет диверсификация по классам активов, и система устроена таким образом, что вне зависимости от эмоционального отношения человека к той или иной ситуации, он покупает всегда по двум причинам покупать. Или он делает ребалансировку, и тогда он продает то, что стоит дорого, покупая больше того, что стоит дешево. Или если он довносит новые денежные средства, ну то есть я как раз на вебинаре это показываю, то есть я каждую неделю туда доношу 52 500. У меня автоматически происходит расчет ребалансировки, и допустим, как недавно это было, акции китайских компаний упали. То есть кто-то говорит, а акции китайских компаний упадут еще больше, не надо их покупать. И абсолютное большинство людей сидят и ждут, когда акции китайских компаний упадут еще больше. Дело в том, что общая доля акций китайских компаний не превышает 15%. И получается, когда падали акции китайских компаний, акции российских компаний росли, акции американских компаний росли, облигации Соединенных Штатов Америки, типсы, привязанные с доходностью к инфляции, росли в цене, и у меня там образовалась прибыль. То есть доля этих инструментов в портфеле стала больше, а доля Китая сократилась. И мне автоматически система показала, Максим, продай типсы, продай акции российских компаний с прибылью 48%, продай акции американских компаний с прибылью 38%, небольшую часть, потому что доля их слишком высока. Там получилась автоматически прибыль, и вот на эти вырученные деньги купи акции китайских компаний, которые упали в цене на 15-20%. И это автоматически. То есть это не мои умозаключения. А могут ли они упасть еще на 50%? Могут. Но тогда опять их доля сократится, а если акции российских компаний, американских не упадут, я опять продам. Если упадут и акции и российских, и американских компаний, и весь фондовый рынок начнет падать, то в принципе доля акций упадет, а доля облигаций вырастет в портфеле. И тогда я буду продавать облигации, золото, еврооблигации российские, и на эти деньги автоматом буду покупать упавшие акции. И это очень крутая история. То есть это та история, которая позволяет преодолеть самую ключевую проблему, самую большую ошибку. Тот 1% вещей, которые влияют на совершение 50% ошибок на фондовом рынке, когда люди теряют деньги. Они относятся очень эмоционально к рынку. Кто-то чрезмерно боится, кто-то чрезмерно оптимистичен. Соответственно, нарушают параметры риск профиля. Кто-то не заходит, когда надо заходить. Кто-то не продает, когда надо продавать. Потому что или он подвержен в случае растущего рынка чрезмерному оптимизму, или в случае падающего рынка человек чрезмерно пессимистичен. И он психологически не может вот эту вот эмоциональную блокировку преодолеть на покупку, встать на покупку или встать на продажу, когда все растет. Очень тяжело продавать, да? Очень тяжело продавать, когда все растет. Потому что думают, что вырастет еще больше. Я не знаю, какое количество людей продавало биткоин по 18-20 тысяч перед его падением в ближайшем. Все же ждали 100. Никто не продал. Если бы у них была эта система даже в рамках криптовалюты, то она бы просто дала сигнал. Часть прибыли забери отсюда, переложи хотя бы в облигации или купи акции. Конечно же, в этом продукте никаких криптовалют нет. Но тем не менее, оно как раз таки позволяет. Вот мы говорили про принцип Паретта. Я тоже на канале про это говорил. Это вот именно 1% эмоций человека, эмоций инвестора. 1% действий, которые приводят к более чем 50% ошибок, которые совершаются на рынке. Эмоциональное отношение. И как раз таки сервисы сезонного портфеля позволяют нивелировать это. То есть представьте себе, вы совершите одно действие, которое позволит избежать 50% ошибок при инвестировании. Я думаю, это интересная история, по крайней мере, как минимум, для того, чтобы понять принцип, который заложен. Уделить этому времени бесплатных 2 часа. Послушать, как это работает и для себя сформировать такую систему самостоятельно. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Обязательно оставляйте комментарии, что думаете по поводу того, что мной было сказано. Было бы приятно услышать, к кому относитесь вы. То есть кто вы, консервативный ли вы инвестор, или вы на 100% инвестированы. Или вы действительно еще больше убедились в том, что то, что вы делаете, вы делаете правильно. Вы не перегибаете риски, у вас балансированный портфель. И вы действительно тот человек, у которого хороший, добротный ангар, в котором есть инструменты на каждый сезон. И вы действительно спите спокойно и не паритесь по поводу того, что или, как у нас в Европе, неожиданно зима началась. Или в России неожиданно пришел утопительный сезон. Или наоборот, лето наступило слишком рано. Что вы для себя решаете? Спать спокойно или все-таки ходить на вот это вот краю пропасти, балансируясь тем, чтобы все-таки гнаться за более высокой прибылью и находиться в тренде? И я для себя свой выбор сделал, а вы? У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok